Привет, я Джеймс Каннингхем, и с вами улица объедения, программа, которая расскажет о самой интересной вкусной уличной еде. Первая остановка Джерси, кафе-фургон, паста и полиция. Вито, переставь фургон. Обойдёшься. Свежие, горячие, вкусные. В Ванкувере мы познакомимся с ревущим драконом, в черепе которого волшебная азиатская еда. Я на диете из китайской свиной грудинки. Сказочно. Затем мы пройдемся по Лос-Анджелесу на единственном в мире двухэтажном кафе-автобусе. Уличное кафе в автобусе, это очень удобно, но это настоящее чудовище, монстр. И, наконец, нас ждёт Бостон, пир без мяса, в единственном в городе вегетарианском передвижном кафе. Мы стараемся готовить как можно более простую и свежую еду. Чудесно. Хочется, чтобы не кончалось. Всё это и многое другое на улице объедения. Улица объедения Мудрец однажды сказал, день без солнца, как паста без соуса. И правда, что может быть печальнее? К счастью, в городе Хобокен, штат Нью-Джерси, есть фургон, где соусы – это всё. Его хозяин – местный полицейский, вооружённый рецептами своей бабушки. Лучший соус, какой я ел в этом городе, самый лучший. Ароматы так обольстительны, что это почти преступно. Калорий – да, много, но, как говорят в Нью-Джерси, ну и чёрт с ним. Не забывай о нём. Обслуживание отличное. Советую ему поставить ещё один фургон в городе. Свежие, горячие, вкусные. Мы можем дать фору любому ресторану. Я итальянец, можете мне верить. Всё свежайшее. Смотрите, где вы найдёте такое, прямо как на кухне у мамы. Мясной соус, соус водка, соус маринара – всё это ещё моя прабабушка готовила. Да, в этих соусах чувствуется бабушкина рука. Когда мне говорят, что наша паста напоминает о доме, о маме, бабушке, я горжусь этим. Прямо как бабушка с плиты сняла, очень вкусно. Свежие, прямо домашние. Привет, мама. Наш главный хит – это пенны с соусом водка, оливковое масло, резанный лук и, конечно же, водка. Многие продукты я привожу из Италии. Смешиваем всё, добавляем лавровый лист, свежий базилик. Траву я выращиваю у себя в саду. Молотый красный перец, чайная ложка соли, немного белого перца. Тем, кто заботится о сердце, соус водку лучше не есть. Там много масла и сливок. Соус водка – это отличный соус. Хорошо приготовленный макарон и соус просто блеск. Вот наша водка тенны, наш хит. Великолепный вкус, волшебный. Божественный вкус. У Вито итальянские корни и паста у него в крови. Так же, как и профессия полицейского. Его жена работает в полиции, его тесть – местный шеф полиции, так что, думаю, штрафы им не грозят. Эй, Вито, переставь фургон. Обойдешься. Для меня это два разных мира. В одном я имею дело с человеческими отбросами, а в другом – с вкусной едой. И с помощью друзей и семьи обе карьеры Вито идут вверх. Это вообще трудно представить вместе паста и фургон. Я боялась, что они будут как каша, но это не так. Паста сварена отлично. Аль денте – на зубок. Идеально. Какую бы пасту мы ни брали, ригатони, пенны, спагетти – она будет свинеть. Маринара – это эталон того, каким должен быть соус. Маринара – это обжаренный чеснок, оливковое масло. По маринаре можно сказать, умеют ли люди готовить соус. Это отличная маринара, не слишком густая, без разных модных штучек. Очень вкусно. Где такое еще найдешь? Я итальянец, люблю пасту, вот и подумал, почему бы не организовать фургон. Логика самая прямая, но готовить пасту в фургоне не самое простое дело. Бабочки, соус водка, два пенной водка с курицей. Мы работаем в замкнутом пространстве, тут очень жарко. Наш фургон не рассчитан на множество разных блюд. Почему меня бьет током? Нужна новая плита, меня действительно бьет током. Мясной соус. Берем прошутто, кладем нарезанный лук, немного соли, белый перец, немного красного вина. Теперь мясо и белое вино. Крис добавляет в соус свою изюминку. И пучок любви. Это связка овощей и смесь специй, которые придадут мясному соусу вкус и аромат. Дать покипеть один час. У нас большие порции, граммов по 300. Много пасты, правильное название. Я даже домой возьму. Я столько не съел, вы что? Я надеюсь, что у нас получается и хорошее обслуживание, и хорошая еда. Обалденная паста. Приводите семью, приводите друзей. Вы должны попробовать. Приводите врагов. Когда я надеваю эту майку, для меня она как форма. Спасибо, Господи, за много пасты. Мне кажется, мы делаем хорошее дело, и надеюсь, будем развиваться и дальше. Я хочу жениться на Виту, чтобы он готовил мне каждый день. Нет, не показывайте это, меня не так поймут. В западной мифологии драконы часто являются свирепыми существами, разрушающими все вокруг. В Азии же, наоборот, драконы часто помогают человеку. Такие огромные, зубастые, добрые самаритяне. В Ванкувере огненно-красный грузовик под названием «Ревущий дракон» помогает оживить пейзаж уличной еды после десятилетий забвения. Местные жители уже начинают понимать, чего они были лишены все эти годы. Это лучше многих ресторанов. Так что можете смело отдавать себя на милость этому дракону. Игра началась. Все свежее, вкусное, легко съедается. Надеюсь, на рубашке ничего не осталось. Великолепно. Просто рай во рту. Самое нежное, что мне когда-либо приходилось есть. Очень сочное, освежающее. Ням-ням. Ванкувер. Это первый фургон с едой на улицах Ванкувера после 22-летнего запустения. Я сделаю фотку для Фейсбука. Хотите? Сами они называют свое меню азиатским с гурманским оттенком, и это не пустые слова. Шеф-повар ревущего дракона прежде был звездой одного из лучших ресторанов Ванкувера. Я должен был придумать шесть блюд. Эти блюда состоят из 400 ингредиентов. Как правило, люди относятся к уличной еде слегка свысока, но, глядя на ревущего дракона, понимаешь, что это сделано профессионально. Еда готовится на месте, и она удивительно вкусна. Мы открываемся. Традиционная тушеная свиная грудинка с азиатскими специями. Обжариваем грудинку на плите до румяной корочки, затем обмакиваем кусочки в императорский бульон. Императорский бульон – это древний секрет Китая. Он состоит из куриного бульона, соевого соуса, столового вина и около дюжины трав и специй. Свиная грудинка тушится в нем, а оставшийся бульон затем сливают, чтобы использовать вновь, его никогда не выбрасывают. Одному из императорских бульонов более двух тысяч лет. Затем мы берем паровую булочку, начиняем ее кусочками свинины, кладем сверху соленые огурчики и поливаем соусом хойсин. Я на диете из китайской свиной грудинки. Немного сладковатый вкус, хрустящий огурчик, маленькие кусочки свиной грудинки. За это можно умереть. Можно мне цыпленка по-японски? Салат из лапши с оба. Тако с мясом по-корейски. Эти парни работают всего месяца, а видите, какая очередь. Люди голосуют ногами, они хотят получить за свои деньги самую лучшую еду. Двух блюд вполне хватает для обеда. Если вы очень голодны, можете заказать три. Они очень вовремя появились в Ванкувере, теперь здесь можно купить не только хот-дог. Наибольшей популярностью здесь пользуются рисовые шарики фри, смесь китайских жареных овощей с итальянским ризотто. Это похоже на чехтеле ризотто в азиатском стиле. Охладили, скатали, запанировали и жарим во фритюре до золотистого цвета. Затем насаживаем на шпажку и подаем с капустой айоли, соусом, терияки, посыпав сверху смесью соли и карри. Снаружи они хрустящие, а внутри теплые и нежные. Рекомендую всем. У нас были шарики, но мы их съели. Такос с мясом по-корейски – это тонко настроганное мясо в корейском маринаде. Мы берем кукурузную лепешку, кладем туда обжаренное мясо, овощи и бибимбаб – это классическое корейское блюдо. Ростки фасоли, шпинат, морковь, грибы, шитаки, немного семян кунжута. Заправляем нашим фирменным корейским соусом барбекю, а сверху – стружка из водорослей нори. Просто феноменально. Приятно видеть мексиканские нотки в азиатских блюдах. Это жареный цыпленок по-японски. Куски цыпленка в картофельном крахмале обжариваются в масле до золотого цвета. Затем мы их поливаем цитрусовым соусом юзу, сиропом из пальмового сахара и пассифлоры, и посыпаем кунжутными зернами. Очень вкусно, нежное, сочное мясо. Хотя я не могу произнести название, это очень вкусно. У нас в меню есть и вегетарианское блюдо – это салат из гречневой лапши соба. Лапшу отваривают, охлаждают и подают с хрустящими овощами. Отличный салат для весны, лета и даже для осени. Посыпаем его зеленым луком и заправляем острым корейским соусом барбекю. Вкусно, освежает. Очень оригинально, с перчинкой. Буду все время столоваться у них. Такос с мясом по-корейски и китайская свиная грудинка. Приятного аппетита. Я китаянка, мне не так легко удивить. Это, конечно, не китайская еда, но это хороший ремикс. Вкусно поесть на улицах Панковера – это большое удовольствие. Пир во рту, на который приглашены все. Я готовлю уже давно, но я продолжаю учиться. Теперь я вышел на улицы. Это символ того, каким через 5-10 лет должен стать наш город. Новым уличным торговцам придется попотеть, чтобы выдержать такую конкуренцию. Думаю, их ждут непростые времена. Двухэтажный автобус существует уже 100 лет, но ресторан в двухэтажном автобусе – это что-то новенькое. В Лос-Анджелесе переделанный двухэтажный автобус развозит по улицам еду высшего качества, и, поверьте мне, этот автобус вы не захотите упустить. Лос-Анджелес. То, что сделали мы, такого ни у кого нет. Нигде в мире по улицам не ездит в двухэтажный автобус-ресторан. Так высоко уличную еду еще никто не поднимал. С тротуара прямо на крышу двухэтажного автобуса. Он все поменял, выведя на улицы этот автобус. Смелый поступок. Это круто стоять на крыше автобуса. Я хотел создать людям условия, чтобы они могли пообедать со вкусом. Раньше такой вид был доступен только богачам. Можно наслаждаться едой и не сидеть на бордюре, как у других кафе-фургонов. Это потрясающе, просто сказки. Интереснее самого автобуса лишь его меню. В него частично входит ресторанная еда и частично уличная, но даже в ней есть экзотические нюансы. Наша концепция очень проста – блюдо интернациональной кухни. А подаем мы их в виде банни-чау. Банни что? Очень удобно, только не знаю, почему их называют банни. Что за банни-чау? Это что, кролики? Все спрашивают, что это такое. Банни-чау – это южно-африканская уличная еда. Из куска хлеба вынимают мякиш и наполняют карри. Только Трэвис берет не пол батона, а небольшой кусок, напоминающий кекс. Мы делаем карри из курицы, но оно больше тайское, чем индийское. Карри, кардамон, куркума, гарам, масало. Потом мы добавляем кокосовое молоко. Это основа нашего карри. Еще мы делаем бифстроганов, вегетарианское чили, свинину-барбекю, которую готовят 20 часов, прежде чем она попадет в банни-чау. Сперва мы сами делаем соус-барбекю, затем тушим свинину, что-то около 16 часов, я точно не знаю. Если я зайду на кухню, она меня выставит, так что... Он не может делать то, что делаю я, а я не умею того, что умеет он, поэтому мы хорошо сработались. Трэвис пригласил шеф-повара на свою кухню Энди Иван Виллиган, ранее завидовавшую соусами в Гордон Рэмси. Как и ее бывший босс, Энди – крутая штучка. Если вы не можете готовить на моем уровне и делать то, что мне нужно, ищите другое место. Не лезь туда пальцами. Вот он любит так, берет филку и начинает. Это все неправда. Ну, конечно. Уличное кафе в автобусе – это очень удобно, но это настоящее чудовище. Монстр. Его нельзя не заметить. Мы выписали его из Англии, так что все настоящее. Я обращался в пять фирм, занимающихся кафе-фургонами, и вот результат. Общий бюджет составил примерно четверть миллиона. У всех кафе-фургонов есть потолок, куда идет весь жар, поэтому нужна очень мощная вентиляционная система, специальная дверь для проветривания. Здесь потоки воздуха идут как надо. Нам нужно спешить уже почти три часа. Надо залить бензин и загрузить продукты. К половине шестого нам надо быть на Венес-Бич, так что на сбору у нас всего 20 минут. Ехать в автобусе с горячими кастрюлями и горячей плитой довольно страшновато. Мы пытаемся все придерживать. Надеюсь, Пит будет вести аккуратно. Пит! Пит, Пит, не налегай на тормоза. Представь на моем месте свою дочь. Ты же так от меня мокрое место оставишь. Всего делов. Наш водитель должен еще жарить картошку, поэтому мы искали шофера-кулинара или кулинара-шофера. Я долго воевала с Трэвисом. Ни за что не хотела подпускать шофера к еде. Так и сказала. Слышите, как мой босс Энди кричит на меня? Пит! Но оказалось, что Пит действительно неплохо справляется. Он занимается фритюром. Это не очень сложно, но Пит говорит, что ему нравится. Венес-Бич Мне нравится приезжать на Венес-Бич, потому что здесь все большие охотники поесть. Им нравится, как мы готовим, они нас ждут, и нам приятно работать для них. Это вторая часть меню, так называемая доска шефа. Это фактически ресторанное блюдо, которое мы подаем на улице. Вот наш салат из копченого лосося. Всю клубнику и зелень мы покупаем на рынке. Это наш стейк с картошкой. Нежнейший стейк из натуральной пьемонтской говядины. Обожаю. Это мое любимое блюдо в меню. Это мясо, тушеное в красном вине. Мы готовим его 15 часов и подаем с пряным хлебным пудингом. Такое нежное, можно вилку проглотить. Это было непростое путешествие, настоящие американские горки, но судя по тому, что нам удалось за пять недель, мы на правильном пути. Каждый день для нас это работа в свое удовольствие, а там, где есть удовольствие, будет и толк. Пока, до встречи. Вегетарианство. Для одних это принципиальный выбор, для других – пустыня без мяса, наполненная тофу и бесконечными салатами. Однако в Бостоне есть кафе-фургон под названием «Клевер», завоевавший всеобщую любовь тем, что в нем можно найти большую редкость в вегетарианском мире вкусные вещи. Поверьте, никогда еще отказ от мяса не давался так легко. Бостон, штат Массачусетс. Мы стараемся готовить как можно более простую и свежую еду за небольшие деньги. Хотите? Отличная полезная еда. Вкус потрясающий, и люди начинают это замечать. Того, что готовят здесь, в Бостоне, больше не найдешь. Невероятно. Люди приходят и покупают вкуснейший сэндвич, в котором вдруг не оказывается мяса. Фургон задумывался, как пробное заведение, чтобы разработать меню для ресторана, который мы хотим открыть. Через полтора месяца мы свернулись, но люди так негодовали, что нам пришлось открыться вновь. Можно сказать, что это счастливый случай. Большинство людей под вегетарианской пищей подразумевает салаты. Это неинтересно, не так азартно. Вы не услышите от нас разговоров о еде. Мы не произносим слов «органический, местный», и мы не говорим «вегетарианский». Люди ценят, когда им не твердят, вот она, здоровая, полезная пища. Из этого не делают события. Слово «вегетарианский» можно вообще не произносить. Картошка для Тома. Картошка фри. К ней мы тоже относимся серьезно, не берем замороженную. Перед ланчем мы нарезаем сырую, отправляем прямо во фритюр и сразу подаем. Мы кладем туда несколько веточек розмарина на 15-20 секунд, и когда он обжаривается, то придает картошке не только удивительный вкус, но и аромат. Картошка с розмарином – это что-то особенное, только они одни так делают. Теперь я уже просто не могу есть жареную картошку без розмарина. Ты взял мою картошку. Извини. Картошка. Картошка фри – это ловкий ход, чтобы завлечь плотоядных и раскрутить их на один из сэндвичей с овощами. Вы думаете, ладно, картошка неплоха, дай-ка я попробую ту штуку с яйцом и баклажаном. Это традиционный израильский сэндвич. Он называется сабиа. Мы лишь добавили некоторые вариации. Теплая пита, хумус, салат из огурцов и помидоров, жареный баклажан, яйцо вкрутую и, наконец, тахини. Яйцо и баклажан – это лучшая еда, известная человечеству. Ярко-желтые желтки, обжаренный баклажан, хрустящая корочка питы – это мое самое любимое блюдо. Гороховое пюре. Очень вкусно. У нас большое меню из сэндвичей. Сайтан барбекю, гороховые тевтели. Еще мы делаем сезонный сэндвич. Роланда не просто повар, он настоящий повар, признанный. Он преподает в кулинарной школе. Один свекольный салат – горох с яйцом без яйца. С яйцом без яйца. Первый раз я пришел сюда не из-за еды, просто это настоящий спектакль. В первую неделю пришло сколько-то человек, через неделю это число удвоилось, а потом еще удвоилось. Это сумасшедший дом, сидишь и видишь по 60 человек в очереди. Я сказала, что опоздаю на 10 минут, а на небось я еще буду стоять в очереди. А что, она такая длинная? Вообще мы ненавидим очереди. Лучше, когда стоит по 6-8 человек. Похоже, людям нравятся очереди, и мы в них стоим, потому что в конце нас явно ждет что-то стоящее. Мы начинали вдвоем и думали, что этого хватит. Это были мы. Мы делали все, брали деньги, готовили сэндвичи, наливали напитки, а потом нам понадобилась помощь. Да, сейчас у нас в часы ланча работает до 9 человек. Мы не можем обслужить столько народа и приготовить столько еды без большой команды. Сайтан-барбекю мы готовим на месте. Это пшеничный глютен, приправленный специями. Сверху мы кладем жареный лук, сыр, чеддер и подогреваем в духовке с соусом барбекю. Майонез, барбекю и наши филе. Сверху салат и помидоры. Барбекю для Бет. Очень вкусно. Похоже на бекон, но чуть необычно. Сайтан-барбекю. Так, теперь я буду делать сэндвич с гороховыми тевтелями. Хумус, немного соленых огурчиков, салат из огурцов и помидоров, гороховые тевтели, а сверху чудесные маринованные овощи. Красный лук, морковь и капуста. И в конце тахим. Очень вкусно. Я взял гороховый тевтель. Отличная начинка, нежная, сочная. Я этого не ожидала. Кто-нибудь хочет томатный сэндвич? Есть желающие? Да. Следующий наш сезонный томатный сэндвич. Майонез, сыр, чеддер, салат. Толстые ломтики помидора, свежие, прямо с грядки, слегка приправляем их солью, они толстые, мясистые, то, что нужно. Я вообще не люблю помидоры, но этот сэндвич мне очень нравится. Мы меняем ассортимент в зависимости от того, что есть свежего на рынке. Это лучше, чем стейк с сыром, за уши не оттащишь. Вы приходите, берете сэндвич, есть в нем мясо? Нет, но он все равно вкусный. Отлично. Мы надеемся, что каждый день радуем кого-то своей едой. Сперва мы подумали, что это фургон с мороженым, а теперь едим эти сэндвичи. Хочется, чтобы не кончалось. Фильм, переведенный и озвучен на производственной базе ТПО Ред Медиа. Редактор субтитров А.Семкин